СПОРТОБЗОР ГИД Сноуборд один из экстремальных зимних видов спорта, который пришел к нам по сути не так уж давно, но с тех пор уже успел полюбиться многим жителям города. Сейчас довольно большое количество новосибирцев активно катается на досках по зимним склонам. И вспоминая об этом виде спорта, на ум сразу же приходит сноуборд парк и теперь еще и фристайл центр горский. Он разделен на две части. Ведь, во-первых, здесь располагается база подготовки профессиональных сноубордистов. И вот та левая часть за бугельным подъемником как раз для них. Там оборудованы трамплины и молодые спортсмены учатся выполнять там трюки и там же проходят соревнования. Другая часть склона, вот это как раз для любителей. Здесь можно с удовольствием вспомнить в начале зимы навыки катания подзабытые за лето или просто с удовольствием спуститься с горы на большой скорости с начала ноября и до самого конца марта. Что касается катания на склоне для профессионалов, туда тоже могут попасть любители, но под присмотром тех самых профессионалов. А в них здесь недостатка нет. Здесь же на Горском работает школа сноуборда Дмитрия Миндруля. Он выступал в сборной России, сейчас ее тренирует. И инструкторы, которые занимаются с любителями и уже с теми, кто довольно уверенно стоит на доске, готовы подсказать и объяснить, как выполнять, ну, хотя бы самые простые трюки. Что уж говорить о том, чтобы под их руководством начать кататься. Это вообще не проблема. А еще одно достоинство горнолыжного центра на Горском – это не только его трассы, но и пейзаж. Здесь, сидя на склоне и готовясь стегнуться в сноуборд, можно на какое-то время залипнуть, наблюдая за изрезанным пейзажем в правобережной части Новосибирска. Кнопки все расстегнулись, их лучше застегнуть сегодня. Разовый подъем – 60 рублей. Прокат сноуборда или горных лыж с ботинками – 400 рублей час. Шлем – 100 рублей за день. Горнолыжный комплекс расположен рядом с метро «Студенческая» и остановкой «Горская». У нас с утра до 7 вечера проходят тренировки для спортсменов в будние дни. И с 7 до 10 вечера мы всех пускаем любителей, кто аккредитованных посетителей только, конечно же, мы пускаем покататься. Вот, без проблем. Доступ у них на территорию есть. В будние с 7 до 10, в субботу с 10 до 10 и в воскресенье с часу до 10 вечера также. У нас в определенные дни проходит аккредитация. Это понедельник и среда с 18.30 до 19.00. Надо прийти на территорию. У нас есть прекрасный сейчас конференц-зал, в котором администратор проводит лекцию, вводный курс о правилах поведения на склоне, на территории. И рассказывает об услугах, оказываемых учреждениям. Вот, люди заполняют договор, посетители, и получают через 1-2 дня карту, по которой проходят на территорию, пользуются канатной дорогой, также проезжают на парковку. Также мы сейчас в этом году ввели небольшое новшество, что в выходные дни тоже человек может прийти и получить карту уже сразу же. Также, прослушав лекцию, заполним договор. Горнолыжный комплекс «Иня». Пожалуй, самый большой в пределах Новосибирска. Здесь есть три трассы покруче, длиной около полукилометра, и пологая учебная. Она чуть больше. Добраться сюда легко. Комплекс расположен на Ключ-Камышинском плато в живописной пойме реки «Иня». На левом берегу урбанистический пейзаж жилмассива «Весенний», на правом живописный сосновый бор над крутым склоном. Горнолыжный комплекс расположен рядом с остановкой «Ключ-Камышинское плато». Добраться можно на автобусах номер 13 или 18. Сергей, вы работаете здесь с тренером, тренируете детей. Сколько времени уходит на то, чтобы поставить начинающего на лыжи? Да, здесь работаем уже не первый год, уже давно очень работаем. Чтобы научить ребенка, либо взрослого человека, все зависит от самого клиента, так скажем. Почему? Потому что все люди разные. Кому-то достаточно одного часа, кому-то достаточно буквально два спуска, и все, они поехали. А с кем-то приходится и ни одной тренировкой заниматься. И тут же второе. Кто чего хочет добиться? От инструктора, либо от тренера. Потому что есть такие ребята, которые пришли, вообще не стояли, а спустя два года с ним мы занимаемся. Он уже, ну, едет не как профессионал, да, чуть-чуть похуже, но очень красиво едет. Городовский комплекс для меня самый, ну, для меня самый лучший комплекс именно в городе у нас. Потому что остальные комплексы, ну, там поменьше, маленькие склоны, так скажем. И здесь и крутизна склонов разная, от пологого учебного до крутого спортивного, где мы с ребятами занимаемся, со спортсменами. С чего начать, новичку? Какие вы можете предоставить услуги, так сказать? Ну, для начала просто позвонить администрацию, администратору комплекса, чтобы он вам предоставил либо инструктора, либо тренера. Тут уже по вашему усмотрению. Вот. И от вас нужно будет просто прийти с хорошим настроением и просто слушать инструктора, либо тренера и получать удовольствие. Горнолыжный комплекс работает до 10 часов вечера. В темное время суток все трассы прекрасно освещены. Как говорят профессионалы, новичкам, вот, например, здесь, на учебной пологой трассе, лучше заниматься как раз именно вечером. Видно склон замечательно, а народу очень мало. А если вы немного замерзли или просто устали от насыщенного катанием дня, то здесь есть все необходимое, чтобы согреться. Например, кафе, в который можно зайти, попить чайку, и помещение, где можно переодеться и посушить вещи. В общем, самые популярные горнолыжные комплексы города открыты для всех. А пока морозы еще стоят, можно попробовать и другие зимние развлечения. О них в следующих программах. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok